Лекарства Лучше всего, наверное, представить себя в Германии в конце XIX века. Вы приходите в аптеку, это реальный шкаф тех времен, при этом люди в основном в конце XIX века умирают от инфекций. Чаще всего от пневмонии, на втором месте туберкулез, на третьем месте кишечная инфекция. И вы приходите в аптеку, потому что у вас появился кашель. И вы не знаете, а вдруг это инфекция? Хотя, может быть, и нет, вы не знаете, вы пришли в аптеку. И вы говорите, спрашиваете фармацевта, аптекаря, который вас встречает. У меня появился кашель, я хотел бы от него вылечиться. Помогите мне, пожалуйста. Аптекарь смотрит на свои коробочки, говорит, давайте возьму немножко из своей коробочки травы чабреца. Из этой я возьму цветков календулы. Сейчас мы все это хорошенько смешаем. И с какой-то, может быть, я, конечно, не уверен, но, может быть, это вам поможет, и ваш кашель пройдет. И вы не заболеете инфекцией. Ну, представьте себе картину, да? А если бы это было еще раньше на один век, и не в Германии, а в тех местах, где сейчас расположена Эстония, это могло бы выглядеть вот таким вот образом. Какие-то сушеные органы, и мешались бы не травы, а вот какие-то органы с непонятным эффектом. Сегодня все выглядит по-другому. Но, тем не менее, мы часто недооцениваем пользу лекарств и, скажем так, то достижение цивилизации, которое мы имеем. Я предлагаю всем нам сейчас задаться вопросом. Если вам назначили лекарство, читаете ли вы инструкцию? Поднимите, пожалуйста, руки, кто инструкцию читает. Так. У нас в этом смысле очень хорошая аудитория, практически 100% людей читают инструкции, но есть ряд людей, которые инструкцию вообще не смотрят. В этом смысле наша аудитория, наверное, не полностью отражает общую популяцию России. У нас все-таки продвинута аудитория. Это точно. И дальше я задам несколько уточняющих вопросов, чтобы понять, какие разделы инструкции вы читаете, а какие не читаете. Есть ли в зале люди, которые читают только способ применения, которые уточняют способ применения и начинают пить? Есть такие люди? Таких только способ применения. Таких немного. Три или четыре человека. А есть ли люди, которые читают только побочные эффекты и после этого решают, пить лекарство или не пить? В нашей аудитории таких людей нет, но по статистике примерно 20% людей, которые побывали у врача, не пьют лекарства и из-за того, что боятся их побочных эффектов. Такие люди тоже есть. А есть ли люди, которые читают такой раздел, как фармакокинетика? Примерно 30% аудитории, видимо, либо учатся в медицинском, либо настолько любят медицину, что читают даже такой малопонятный раздел. Но, кстати, об этом разделе мы тоже немножко поговорим и попробуем чуть-чуть в нем разобраться. А есть еще другие разделы, которые вы видите на экране. Их достаточно много. И мы попробуем рассказать самое важное из этих разделов. Что нужно знать и как читать эти разделы. Итак, о чем мы сегодня поговорим. Мы ответим на вопрос, какой метод лечения выбрать. Мы ответим на вопрос, когда лекарство начнет действовать. Вопрос не очень очевидный. Если ваш доктор его не сказал, это можно узнать в инструкции. И мы узнаем, как. На что смотреть в разных разделах. Сколько стоит побочный эффект. Как определить, виновно ли лекарство в каком-то нежелательном явлении, которое возникло во время его приема. С чем лекарство сочетать не нужно. Ну, будут еще несколько мелких вопросов, которые мы будем разбирать по ходу. Ну, сейчас мы отвечаем на вопрос. На самом деле вопрос, какой метод лечения выбрать. Конечно, если у вас есть возможность, если вы находитесь не совсем в далекой глуши, то спросите врача. И спросите, ну, врач сам вам выпишет какой-то список препаратов, которые вам нужно принимать. И я предлагаю, когда вы разговариваете с врачом о лечении, уточнять несколько интересных моментов. Первый момент, без каких лекарств можно обойтись. Казалось бы, странно, да? То есть этот список не должен содержать чего-то лишнего. Ведь это порекомендовал врач. Значит, все это нужно. Но если вы задетесь этим вопросом, то можно выявить препараты, которые не доказали своей эффективности. О них, эту информацию можно прочитать в каких-то базах, таких как Ахрейн. Чуть позже еще раз, чуть позже я дам на него QR-код. И можно напрямую спросить у врача. Возможно, он назначил по какой-то другой причине. Ну, просто потому, что не хотелось, чтобы список назначений был пустым. Вы можете его вывести на откровенный разговор. Ну, мне так кажется. Какие есть дешевые аналоги необходимых препаратов? Зачастую одно и то же действующее вещество может продаваться под 20 разными торговыми наименованиями. И соотношение цена-качество у них разное. Это тоже можно спросить. Обязательно спросите, каких результатов лечения ваш доктор ожидает. И когда они должны наступить. Ну, например, если у человека кашель, доктор должен ему объяснить, что, скорее всего, кашель у вас станет из кашля, так называемого, мокрого, сухим через 3-4 дня. А потом, например, через неделю он пройдет совсем. И тогда у человека сложится определенное ожидание. Как именно их принимать? Это написано в инструкции. Но вы можете уточнить, потому что для вас может быть какой-то особенный способ приема. Ну, не знаю, из-за того, что у вас есть какое-то заболевание, которое на это влияет. И о показаниях-противопоказаниях можно не спрашивать. Можно про них прочитать и понять. Вдруг в противопоказаниях есть такое заболевание, которое врач у вас не спросил. А у вас это заболевание есть? И тогда можно уточнить. А точно ли мне можно принимать этот препарат? И вот этот QR-код ведет на сайт с клиническими рекомендациями для врачей. Именно на них опираются врачи, чтобы назначать то или иное лечение. К сожалению, пока не для пациентов. Но вы уже можете прочитать, какое лечение рекомендовано ассоциациями специалистов для самых разных заболеваний. Мы отвечаем на вопрос, какой метод лечения выбрать. И представьте, что у вас нет возможности обратиться к врачу. Или вы просто решили сами почитать в интернете, что подходит лучше. И здесь немножко выйдем за рамки лекарств. Потому что вам могут порекомендовать не только лекарства, но и какие-то другие методы, методы физического воздействия. Такие, например, как прижигание. Кто-то накладывает на людей-животных герудотерапия. И вот, кстати, связано с лекарствами гомеопатия. О ней мы чуть позже подробнее поговорим. Обратите внимание, все эти методы не работают. Об этом сказано на сайте кахрейнского сотрудничества, кахрейн.org. По этому QR-коду можно перейти и убедиться в этом. И, в принципе, основные методы лечения можно проверять по этому сайту. Там есть и русский язык, а на английском чуть больше статей. Мы идем по нашей инструкции. И первый раздел, который вы увидите. То есть мы уже выбрали какой-то метод лечения. И, допустим, там есть лекарственный препарат. Мы открываем инструкцию. Первый раздел, который вы читаете, это раздел состав. И вот как он может выглядеть. Вот вы видите, здесь пять активных препаратов. И дальше идут вспомогательные вещества. Ну, во-первых, обратите внимание на вспомогательные вещества. Нет ли у вас на какие-нибудь из них, может быть, аллергии, непереносимости. Ну, или, например, какие-то препараты могут содержать много глюкозы. И это надо иметь в виду пациентам, которые страдают диабетом. Ну, и обратите внимание на количество препаратов. Ну, например, у человека, который пришел в аптеку, есть задача сбить температуру. То есть эту температуру можно снизить препаратом партестамол. Но ему могут посоветовать препарат, в котором содержится пять веществ, четыре из которых ему не нужны. Ему нужен партестамол. А вот эти четыре для него в данном случае бесполезны. В этом случае, конечно, лучше купить препарат, в котором одно действующее вещество, партестамол. Это будет раза в три как минимум дешевле, чем первый вариант. Ну, и к тому же будет меньше побочных эффектов. А почему меньше побочных эффектов, чуть позже мы с вами об этом поговорим. Когда лекарство начнет действовать? Тот самый раздел фармакокинетика. Звучит страшно, но на самом деле мы можем легко объяснить, и вы после этой лекции сможете объяснить своему соседу, что такое фармакокинетика. Фармакокинетика – это то, что ваш организм делает с препаратом. То есть он старается его вывести из организма. Самый простой способ – это превратить жирорастворимое вещество в водорастворимое с помощью химических реакций. И вот эта клетка печени, это обычно происходит в печени, и после того, как вещество стало водорастворимым, его производность стала водорастворимым, это вещество выводится через почки. Это вот обычная стратегия нашего организма. И все, что происходит в организме для того, чтобы это вещество покинуло организм, называется фармакокинетикой. И обычно, когда лекарство попадает внутрь организма, наблюдается вот такая кривая. То есть сначала в крови его становится все больше и больше, до тех пор, пока концентрация не достигнет какого-то пика. И этот пик обозначается в разделе фармакокинетика вот таким вот словом. Т максимальное, максимальное время, то есть время достижения максимальной концентрации. Это как раз-таки то время, когда, ну это верно для большинства препаратов, время, когда сила действия препарата максимальная. То есть как вы увидите в инструкции то, что достижение T максимальное, например, от получаса до двух часов, значит в этом интервале препарат будет действовать сильнее всего. Если мы говорим о, например, болеутоляющем, это значит то, что не нужно ждать то, что препарат по 10 через 5 минут и через 10 минут пить еще одну дозу. А значит нужно подождать хотя бы полчаса, чтобы появился какой-то эффект. Для этого нужен этот раздел инструкции. Раздел способ применения. Ну, один из самых важных. Многие, как мы выяснили, на него смотрят, ну и правильно делают. Сейчас посмотрим, на какие части можно разделить. Раздел способ применения. И каждая из этих частей достойна вашего внимания. Раздел доза. Обычно, обычному здоровому человеку средних лет нужно принимать дозу среднюю терапевтическую. Там так и написано, среднюю терапевтическую дозу. Частота обычно тоже указана. Обычно указана один раз в сутки, два раза в день. Вот, примерно такими терминами. И не нужно принимать чаще, чем это написано. Вот, как мы только что проговорили, примеры с обезболивающим, да, не нужно пить их друг за другом. А нужно, если там написано, не чаще, чем раз в три часа, это написано не зря. Были здоровые добровольцы, которые после экспериментов, там, первой фазы, может быть, стали не такими здоровыми. Это все было сделано для того, чтобы побочных эффектов у людей, которые принимают препараты, было меньше. До, после или во время еды. Ну, примерно для 10% препаратов этот параметр очень важен. И если он важен, он указывается. Ну, например, для ряда препаратов, если его принять после еды, в нем не будет никакого смысла. Ну, хороший пример – инсулин. То есть он должен начать действовать, скажем так, до того, как вы начнете есть. Длительность приема. Длительность приема важна для большинства лекарств. Есть такие лекарства, которые… Ну, многим это сложно представить, но есть лекарства, для которых длительность приема принимать постоянно, ну, практически пожизненно. Это говорится не просто так, это действительно доказано в хороших исследованиях, то, что если принимать пожизненно, снижаются риски, люди живут дольше, люди живут более качественной жизнью. Но это особенно важно для таких препаратов, как антибиотики. Чуть позже я скажу, почему. И обычно есть небольшой раздел, если он требуется, если требуется корректировать дозу в зависимости от каких-то заболеваний почек, заболеваний печени. Об этом тоже будет сказано. Ну, на это нужно обращать внимание особенно пожилым людям. И я вот сказал про длительность приема антибиотиков. На слайде вы видите карту, где зеленым цветом закрашен практически весь мир. Зеленый цвет обозначает страны, в которых были случаи, когда назначенные одновременно пять антибиотиков не действовали. Ну, в основном тут речь идет о случаях туберкулеза, так называемого туберкулеза широкой лекарственной устойчивостью. И эта карта говорит нам, что когда-то может наступить момент, то, что мы будем в том же состоянии, как люди в конце 19 века. Все микробы приспособятся к антибиотикам. А происходит это, в первую очередь, потому, что когда человек принимает антибиотики, ну, скажем, два-три дня, вместо положенной недели, вместо того курса, который прописал врач, эти микробы, они просто приспосабливаются. И информацию, в которой говорят о том, как они приспособились, они легко передают своим соседям, другим микробам. Формируется так называемая лекарственная устойчивость. Чтобы этого не было, нужно принимать антибиотики столько, сколько начал врач. При некоторых заболеваниях это действительно три дня, но при большинстве инфекционных заболеваний это от семи до десяти дней. Мы немножко подробнее остановимся на разделе побочные эффекты. И в том числе ответим на вопрос, сколько стоит побочный эффект, как определить виновное лекарство, и поговорим еще о некоторых мифах, связанных с побочными эффектами. Ну, сначала я предложу вам сказать, какой художник написал эту картину. Многие знают, что это картина Ван Гога. Перед вами картина «Портрет доктора Гоше». И сам Ван Гог, когда описывал, что на этой картине, и сохранились его записи, в которых он писал, вот это мой доктор, а перед ним цветы на перстянке. Причем он указывал, что это цветы на перстянке лилового цвета. И он пишет то, что перед ним цветы на перстянке, которым он меня лечил. Но, как вы видите, они не совсем лилового цвета, тут хорошая цветопередача, и мы видим, что они немножко такие желтоватые, зеленоватые. Дело в том, что препараты на перстянке имеют очень интересный побочный эффект. Они смещают цветовосприятия в сторону желто-зеленого. И поэтому считается, что это одно из самых ранних художественных произведений, на котором изображен побочный эффект. Вот перед вами скульптура. Она гораздо менее известна, чем предыдущая картина. Ее название – «Трафальгарская Венера». В данный момент она стоит в Венеции. Изначально она была выставлена в 2005 году на Трафальгарской площади в Лондоне, поэтому так названа. И вы видите женщину средних лет на восьмом месяце беременности. У нее отсутствуют верхние конечности и есть проблемы с нижними конечностями. Это реальный человек. Ее зовут Алисон Лапер. Она художница. Она основала такую организацию, которая называется «Рот и нога». То есть она продвигала мысль то, что даже человек с какими-то физическими недостатками может заниматься творчеством и может приносить пользу обществу. Она сама по себе, ее творчество, и вот этот памятник – это свидетельство так называемой таллидомидовой трагедии. Таллидомидовая трагедия – это какая-то такая точка невозврата, после которой все мировое сообщество задумывалось о том, что нужно эффективнее следить за побочными эффектами. Эта трагедия началась в 1956 году, когда одна из компаний, которой сейчас уже нет, выпустила лекарство. Лекарство называлось таллидомид, и у этого лекарства был очень широкий спектр показаний. И чаще всего его применяли как успокаивающее, и поскольку тогда считалось то, что препараты не проходят через барьер между плодом и матерью, то его назначали в том числе и беременным. То есть его принимали как успокаивающее, от бессонницы, и, как вы понимаете, многие люди после Второй мировой войны этим страдали. И с 1956 по 1962 годы оно было свободным доступом в аптеках Европы. Около 10 тысяч детей родилось с такими пороками. Ну, еще большее количество просто не родилось из-за этого препарата. И связь между препаратом и этим состоянием, так называемой фокомилией, обнаружили только через несколько лет. И после этого возникли такие... Начало развиваться такое понятие, как фармаконадзор. В разных странах возникли специальные органы, которые контролируют качество лекарственных средств и проведение клинических испытаний до того, как оно пойдет на рынок, чтобы тальдомидовая трагедия не повторилась. Говоря о побочных эффектах, мы не задумываемся, сколько они стоят. То есть, да, на сегодняшний день их цена закладывается в препарат. Большая часть цены закладывается в препарат, который стоит на полке. Потому что много денег потрачено на клинические испытания. Я думаю, об этом нам еще сегодня расскажут. И для так называемых оригинальных препаратов цена может быть очень высокой, в том числе по этой причине. Но представим, что перед нами препарат, на упаковке которого написано, что он стоит 100 рублей. И в 50% случаев мы им лечим и не получаем побочных эффектов. Ну, поэтому цена этого препарата для пациента, у которого не было побочных эффектов, так и осталось. 100 рублей. Если какой-то побочный эффект был, его часто тоже нужно лечить, возможно, другими препаратами, возможно, нужно пациента дольше держать в больнице и тратить какие-то деньги. Ну, допустим, в третьем тратится 1000 рублей. И такие случаи в 50%. И 1000 рублей – это среднее число, средняя цифра. У кого-то будет потрачено 10 тысяч, у кого-то 500 рублей, и у кого-то ближе к 100. Но средняя стоимость лечения получается уже не 100 рублей, а 550. Это к вопросу о том, что побочные эффекты стоят в том числе, ну, кроме, конечно, самого цену, наше здоровье стоит еще и денег. И поэтому я думаю, что мы не зря говорим о том, как постараться их избежать. Ну, сейчас поговорим немножко о другой стороне этого процесса, о том, что то, что нам кажется побочным эффектом, не всегда им является. Ну, как мы определим, виновны ли лекарства? Врач-клинический хромаколог задает ряд вопросов, которые санартизированы. Есть специальные шкалы, ну, можно на каком-то примере. Ну, например, у человека появилась осиплость голоса после приема какого-нибудь антибиотика. Осиплость голоса у этого антибиотика в инструкции не указана. Если была указана, то здесь клинический хромаколог поставил бы какой-то балл. Ну, например, один или два. Есть ли совпадение с временем приема препарата? Да. Поэтому, в общем-то, возникло подозрение, что это побочный эффект, потому что осиплость голоса возникла во время приема антибиотика. Ставится какой-то балл. Ну, допустим, один балл. Ухудшается ли состояние после повторного введения препарата? Ну, то есть, какое-то время после того, как у меня осиплость голоса появилась, я продолжал пить препарат, ну, и вроде бы ничего не менялось. То есть, осиплость голоса была, а препарат, ну, не знаю, может, влиял. Ну, пусть еще один балл. Есть ли альтернативные объяснения проблемы? Может ли моя осиплость объясняться как-то по-другому? Ну, на улице было холодно, может быть, не знаю. Это, мне кажется, не обязательно антибиотик. Балл не начисляется. И помогла ли отмена препарата? То есть, я пропил курс антибиотика 7 дней, и даже после 10 дней у меня осиплость сохранялась. Поэтому, видимо, отмена не помогла. Врач-клинический фомаколог получает сколько-то баллов. И на самом деле, вот по опыту работы в крупном сценарии могу сказать, что чаще всего лекарства, которые мы подозреваем, оказываются невиновны. Поэтому вы тоже можете задать такие вопросы, когда у вас возникает такое подозрение, и далеко не... Возможно, вы найдете какое-то альтернативное объяснение так называемой нежелательной реакции. Часто думают, что чем меньше побочных эффектов написано в инструкции, тем лучше. Сейчас я вам покажу 4 типа инструкций, которые я нашел. То есть, я брал раздел побочное действие и пытался посмотреть, как этот раздел бывает написан. Вот у некоторых препаратов, ну, да, скажем, препаратов, написана вот ровно такая фраза. На настоящий момент информация отсутствует, как будто их нет. Вот прямо такая фраза. Это у нас инструкция 1. Во втором типе инструкций написаны какие-то системы органов, например, центральная нервная система, сердечно-сосудистая система. Ну, конкретные проблемы, которые возникают, можете не читать. Кстати, это описание реальных лекарств. Вот это лекарство дегоксин, которое изготавливается до сих пор из травы на прессианке, которую принимал Ван Гог. Вот видите, тут есть ксантопсия. Это и есть изменение цветовосприятия, которое было у Ван Гога. То есть, это реальные инструкции, и у многих из них написан какой-то раздел, и потом перечисляются, какие проблемы могут быть. Третий тип инструкции. Здесь, кроме того, что перечисляются разделы, например, центральная нервная система, еще указано часто или редко. Причем здесь слова часто или редко, они стандартизированы. То есть, мы понимаем, как рельный процент, когда видим слово часто. То есть, часто, это значит от 1 до 10%. Тут уже, как видите, инструкция более подробная. А четвертая инструкция, вот здесь даже написано, в каком проценте случаев возникает тот или иной побочный эффект, и как его можно лечить. Понятно, что это будет какой-то интервал, а не конкретное число, но все равно информация больше. Итак, попробуем вспомнить 4 инструкции, которые мы видели. Один тип, где информация отсутствует совсем. Во втором типе указана система органов и больше ничего. В третьем типе мы еще видим информацию, что часто, что редко. А в четвертом мы видим даже проценты, как лечить. Скажите, пожалуйста, кому больше понравилась четвертая инструкция, и кто хотел бы, чтобы все инструкции выглядели именно так? Есть такие. Ну, примерно 50% аудитории хотели бы, чтобы была полная информация. Кто-то, может, испугался, что там были какие-то серьезные побочные эффекты. Но, тем не менее, к сожалению, пока можно писать по-разному. Но если вы видите подробную инструкцию, знайте, что производитель позаботился о потребителях и постарался провести самые подробные клинические испытания. Мы говорили о гомеопатии. Она, к сожалению, часто применяется. Я ее вспомнил здесь еще по одной причине. Помните, был первый тип инструкции, где было написано, что была конкретная фраза, то, что информации по побочным эффектам просто отсутствует. Как раз-таки именно такая фраза встречается у всех гомеопатических препаратов, которые я посмотрел. Я посмотрел инструкцию примерно к 10 или 15 гомеопатическим средствам, и у всех у них указана одна и та же фраза. Кстати, я для интереса открыл инструкцию к БАДам. У них вообще нет раздела побочной инструкции. Ну, просто потому, что для них другая форма подачи. Им не нужно подробно исследовать все ситуации, которые бывают, все побочные действия. Они тратят на это гораздо меньше денег или вообще не тратят, в отличие от обычных нормальных лекарств. И возникает вопрос, а может быть у гомеопатии действительно нет нежелательных эффектов? Казалось бы, сахарные шарики, то есть мы едим сахар, что в них может быть вредного? Действительно, у них нет побочных эффектов в том смысле, в котором мы привыкли понимать это слово. Но у них есть нежелательное явление. Это более широкое понятие. У них есть очень важное нежелательное явление, которое заключается в том, что отодвигается настоящее лечение. И это, в общем-то, самая главная проблема. То, что из-за приема гомеопатии человек может прийти к врачу и начать принимать эффективное лечение кто-то на неделю позже, кто-то на месяц, а кто-то на год, тогда, когда уже будет невозможно что-либо исправить. Есть еще один раздел, который называется «Взаимодействие препаратов». И он очень тесно связан с побочными эффектами. Можно не читать, какие именно здесь есть. Это просто пример какой-то инструкции. И суть этого раздела в том, что указаны другие препараты и указано, что будет, если их принимать вместе с препаратом, для которого написана эта инструкция. Есть препараты, для которых таких взаимодействий сотни или рекорд там более 250 взаимодействий, а есть те, у которых один, два или может совсем не быть. И есть такое исследование ВОЗ, в котором они сказали, что если человек принимает больше пяти препаратов, то вероятность того, что больше четырех, то есть пять и более препаратов, вероятность того, что у него возникнет побочный эффект, больше 80%. Тут можно вспомнить ситуацию, помните, мы смотрели раздел состав, и там вместо протестамола можно было купить препарат, у которого пять действующих веществ. Представьте, что есть, кроме этого препарата, еще какой-то препарат, который взаимодействует с ненужным вам веществом. Вот это, наверное, самое обидное. И это, я говорю для того, чтобы вы внимательно читали этот раздел. Это особенно касается людей старшего поколения, если вам нужно прочитать инструкцию для ваших родителей, для пожилых людей, обратите на это внимание. И коротко скажу, почему это взаимодействие возникает. Взаимодействие может быть на разных уровнях. Помните, наш организм пытается вывести препарат, да, и все это выведение начинается с того, что этот препарат сначала поступает в кровь и всасывается в кишечники, если мы приняли таблетку. И если два препарата могут конкурировать за это всасывание, то есть один препарат может усиливать всасывание другого, и из этого может быть опасная, слишком опасная высокая концентрация в крови. Может быть несовместимость шприца, то есть это химические вещества, не все из них хорошо сочетаются друг с другом именно с точки зрения химии. Может быть конкуренция в организме, то есть они могут действовать на один и тот же фермент либо на один и тот же рецептор, и в этом случае концентрация одного из них может, допустим, не оказывать такого действия, как мы хотели бы. То есть препарат введен, но он не действует. Мы его ввели бесполезно, получили только побочные эффекты, а положительный эффект не получили. Ну и взаимное усиление эффекта. Здесь пример того, что может быть такой, что два препарата, они снижают давление, а вместе давление снижается слишком сильно. То есть настолько сильно, что возникает обморок. Здесь не зря нарисован грейпфрут и грейпфрутовый сок. В СМИ примерно с частотой раз в 2-3 года возникает сообщение, что кто-то умер от того, что выпил грейпфрутовый сок вместе с отдельными видами препаратов. Дело в том, что грейпфрутовый сок и сам грейпфрут, и красный апельсин, они увеличивают всасывание определенных веществ. Это один из классов препаратов, который снижает холестерин, ну и некоторые другие препараты. И после того, как это было обнаружено, появилась знаменитая рекомендация. Запивать лекарства только водой. Проблема не только в грейпфрутовом соке. Например, то же самое молоко, оно может снижать всасывание некоторых препаратов. Какой-то крепкий чай тоже может оказывать на это воздействие. Поэтому постарайтесь запомнить эту простую рекомендацию, запивать лекарства только водой. Итак, какие мы можем сделать выводы из того, что мы сегодня услышали? Мы с вами выяснили, что если плохо стало после приема препарата, это не всегда побочный эффект. Есть специальные шкалы, по которым мы можем проверить, повлияло ли лекарство или не повлияло. Чем больше информации про побочные эффекты, тем лучше следом препарат. Обращайте на это внимание. И я надеюсь, что все инструкции рано или поздно будут такие, как у нас был в четвертом примере. Гомеопатия увеличивает сроки лечения. И это ее основной нежелательный эффект. Чем больше препаратов в день, тем выше риск побочных эффектов. То есть это как раз о том сочетании препаратов, о котором мы сейчас поговорили. Практические советы по каждому разделу. В противопоказаниях нужно посмотреть, а есть ли у вас эти заболевания, которые указаны в противопоказаниях, если вдруг врач что-то упустил, надо ему об этом сказать еще до того, как вы ушли из клиники. В составе мы смотрим количество компонентов и смотрим вспомогательные вещества. В способе применения смотрим практически все, что написано. В фармакокинетике смотрим максимальное время. Мы можем посмотреть способ выведения. То есть если какие-то препараты выводятся только почками, какие-то только печенью, это может быть актуально для пожилых людей или у кого есть какие-то заболевания этих органов. И по побочным эффектам взаимодействия мы смотрим частоту побочных эффектов, как они лечатся. Ну и вообще достаточно подробно изучаем этот раздел. Что к этому можно добавить? По возможности откажитесь от БАДов, потому что их плохо исследуют или вообще не исследуют. И гомеопатия. Забивайте лекарства водой, смотрите по возможности все разделы инструкции, проверяйте дозу, не уходя из клиники, и не прекращайте прием препаратов, особенно антибиотиков, самостоятельно. Будьте здоровы. Я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Поднимайте, пожалуйста, руку, и вам надо ответить. АПЛОДИСМЕНТЫ Вас плохо слышно, можете сказать немножко погромче? Ваш вопрос про гомеопатию, если я правильно понял. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, я переставлю вопрос, просто мне кажется, что мы не можем так 100% говорить, что у гомеопатии, что она действительно есть. Ага, спасибо за вопрос. Вопрос был следующий. Наверное, точнее, это был не вопрос, скорее, комментарий, о том, что, наверное, нельзя говорить о том, что гомеопатия неэффективна 100% случаев, потому что кому-то она помогла. Ну, этот комментарий, он достаточно важен, спасибо за него. Все мы знаем вокруг людей, и если поспрашиваем, мы обязательно найдем в своем далеком, может быть, окружении, не в близком, людей, которые будут говорить, а вот мне или моему соседу гомеопатия помогла. Почему это случается? Есть так называемый эффект плацебо, который говорит о том, что чтобы человек не принял абсолютно любое вещество, сахар, мел или все что угодно, у него будет эффект, если он в это верит, примерно в 30% случаев. На это влияет цвет лекарства. Красные лекарства помогают чуть чаще, чем зеленые, например. На это влияет то, что говорит доктор. Если доктор уверен в том, что лекарство помогает, и пациент становится в этом уверенным. То есть это психологический аспект приема лекарств. Это тема для отдельного разговора. И именно поэтому есть люди, которые говорят, я слышал от соседа, что ему помогло. Это происходит не потому, что гомеопатия эффективна, а потому, что есть эффект плацебо. Но в любом случае, спасибо большое за комментарий. Да, пожалуйста. Вы говорили, что лекарства могут отличаться по качеству. Есть дешевые, есть дорогие, и стоит выбирать какое-то из них. Может ли отличить от качества препарата по инструкции? И вообще как об этом стоит? Хороший вопрос. Я действительно сказал, что у одного и того же действующего вещества могут быть 20 и более торговых наименований. И вещество одно и то же. И есть препарат, который вышел на рынок первым. Он стоит дороже, потому что на него потратили гораздо больше денег на клинические исследования. Все остальные препараты появились позже, когда им разрешили копировать первый препарат. Поэтому они могут стоить дешевле. И я думаю, что правильный ответ на этот вопрос. Нужно знать, какие фармкомпании соответствуют современным международным стандартам. Допустим, стандарту GMP. Качественные производственные практики. Если завод этой практике соответствует, если он ей следует, значит препарат этого производителя можно покупать, несмотря на то, что цена его может быть ниже оригинального препарата, который первый вышел на рынок, в несколько раз. Спасибо. Да, пожалуйста. А может, то есть часто есть название «непатентованное вещество»? Что такое когда-то? Был вопрос в том, что есть название «непатентованное вещество». То есть вы о нем где-то слышали. И непатентованным веществом как раз-таки является… Непатентованное вещество – это название, которое используется во всем мире. И его используют все производители лекарств. То есть они мелкими буквами пишут вот это «непатентованное вещество». На второй строчке более мелкими буквами, наверное, замечали. А более крупно, чуть выше, пишут свое торговое номинование, которое разное. То есть непатентованное вещество… Если врач вам должен прописать препарат именно по этому непатентованному веществу, то есть он должен написать именно его. А дальше в аптеке может быть выбор из 20 и более препаратов. Именно торговых. Я ответил на вопрос. Портестамол – это пример непатентованного вещества. И у него есть разные торговые названия. Торговые названия могут совпадать с непатентованным. Например, тот же протестамол может называться просто протестамолом. Или он может называться эфералганом. Или еще как-то. Оно непатентованное будет одно и то же – протестамол. Да, врач прописывает именно непатентованное вещество. Вы спросили, точнее сказали, что у многих российских лекарств непатентованное вещество отсутствует. На самом деле требования, которые есть производителям, говорят о том, что это вещество надо обязательно писать, во-первых, на упаковке, на самоупаковке оно пишется более мелкими буквами, действительно, оно пишется под названием торговым, его можно не заметить, но оно обязательно есть на упаковке и оно обязательно есть в разделе состав, каждая инструкция, где написано активное вещество. Если это вещество не написано, то, скорее всего, так могут поступать БАДы или так могут поступать гомеопатичные препараты, а лекарства, которые регистрируются именно как лекарства, так делать не могут. Если у вас есть пример обратного, потом после лекции можем подойти. Активное вещество это и есть? Да, активное это и есть, непатентованное. Да, пожалуйста. Спасибо вам огромное для лекции. Это очень интересный и содержательный вопрос. Первый, скажите, пожалуйста, пару слов по поводу дженериков. Ну вот всем известно, допустим, ситуация в Индии, когда, как страна третьего мира, она получила возможность многие препараты выпускают без подвесковых, то есть без оплаты. А означает ли это, что эти препараты соответствуют и обладают каким же качеством, как и те препараты, которые происходят в других странах обладающих. Это был первый вопрос. И второй вопрос... Извините, пожалуйста, можно я отвечу на первый вопрос, чтобы повторить вопрос и ничего не забыть, а потом попрошу вас задать второй. Итак, первый вопрос был о том, что... Ну сначала был комментарий о том, что в Индии действительно не то, что им дано право, а скорее всего они игнорируют правила международных норм о том, что нужно дождаться какое-то количество лет, прежде чем выпускать так называемые дженерики. И вопрос был в том, что действительно ли эти дженерики так же эффективны, как препараты, которые продаются на других рынках. Правильно я понял вопрос? Опять-таки все упирается в то, что вот те заводы, которые производят это вещество в Индии, как они наладили свой рабочий процесс. Обычно хорошим маркером является, соответствует ли он стандартам. Вот есть стандарты GMP. На них можно ориентироваться. Если вы уверены, что этот завод соответствует стандартам GMP, значит можно практически всегда быть уверенным, что вещество производится по правильной технологии, и в этой капсуле или таблетке именно столько вещества, сколько написано в инструкции. Я ответил на вопрос? Да, да, ответил на вопрос. Мой второй вопрос, который следующий. В Северной Корее, в Южной Корее отмечен такой факт, что резистентность бактерий к антибиотикам повышена из-за того, что люди не имеют оплачиваемого отпуска. То есть они постоянно в случае какой-то ситуации сразу же закидываются антибиотикой широкого спектра, ну их там более сильно. Скажите, как бы вы посоветовали, что бы вы посоветовали делать людям, которые вот сталкиваются с выходцами приезжей из нужных, ну вот работают с ними. То есть как бы у нас совершенно другой манитет, и как вот у нас есть какая-то инструкция? Да, спасибо за вопрос. Был комментарий о том, что в некоторых странах, например, в Южной Корее, так устроено общество, что люди не берут больничный. И по этой причине переносят болезнь на ногах. И в этих странах принимают много антибиотиков. И вот, например, в той же самой Южной Корее. И был вопрос, а как быть, если вокруг есть такие люди, допустим, приезжие из Южной Кореи, у которых могут быть вот эти самые бактерии, которые устойчивы к антибиотикам, и они могут заражать других людей. Ну, на самом деле тут вопрос даже не в приезжих, у которых это может быть, потому что такая ситуация встречается, например, в коридорах больниц. То есть именно поэтому опасно попадать в больницу, потому что в больнице все бактерии, они более устойчивы к антибиотикам, чем на улице. Эта ситуация встречается, ну, это можно чаще встретить у себя в стране, вот в той же самой больнице, чаще, чем это связано с приезжими. Ну, потому что эти бактерии, они, ну, скажем так, не факт, что источником заражения окажется именно этот пациент. Хотя такое тоже может быть. Тут скорее, ну, единственный способ, как на это повлиять, попытаться рассказывать об этом другим и попытаться самому придерживаться вот этих вот важных правил. Вы, кстати, вот в этом вопросе затронули вторую часть правильного применения антибиотиков. То есть кроме того, что нужно принимать полный курс, важно не принимать антибиотики, когда это не нужно. То есть многие люди принимают антибиотики при любой простуде. Это неправильно, это тоже ведет к вот этой вот антибиотикорезистентности. Спасибо за вопрос. Так, да, ваш вопрос. Спасибо за вопрос. Вопрос был, где можно узнать, соответствует ли завод стандартам GMP, то есть соблюдает он их или нет. Тут можно сказать, что в Российской Федерации есть такая дорожная карта, согласно которой все заводы должны соблюдать GMP. На сегодняшний день, по-моему, 2021 года. Эта дата постоянно отодвигается, и когда-нибудь наступит такой момент, когда даже смотреть не придется. Я так, ну, все мы надеемся на это. Но на сегодняшний день, ну, во-первых, можно посмотреть на сайте самого завода, да. Ну, обязательно надо вчитаться, что он под этим понимает, какие пункты GMP у него реализованы. А что входит в GMP, можно легко найти в интернете. Это легко ищется в любой поисковой системе. Вопрос. Второй вопрос. На некотором данном, конкретно в медицине, применение, то есть техно-экспрессов в этом мире, примерно 10-15%. То есть остальное, основной порт идет на применение антибиотиков в программном секторе. Как вы считаете, действительно ли неправильное назначение антибиотериальных препаратов или самостоятельное назначение приводит к такому росту резистентности, или все-таки в большей мере удобная программа, так называемая, которая применяет антибиотики как аналог армонного осени? Спасибо за вопрос. Был задан вопрос по поводу применения антибиотиков у домашнего скота, у скота на фермах. Об этой проблеме действительно задумываются, и там действительно применяется по массе гораздо больше антибиотиков, чем у людей. Но есть исследования, которые показывают, что этот фактор влияет. Но я, по крайней мере, на сегодняшний день не видел исследований, что это вносит самый значимый вклад в развитие антибиотикорезистентности у человека. Все-таки для человека самыми важными факторами остаются те, что мы перечислили. То есть не принимать антибиотики, если это не бактериальная инфекция, и принимать антибиотики так долго, чтобы был полный курс. Тот фактор, о котором вы сказали, тоже влияет, но, видимо, меньше, чем остальные. И он сейчас изучается. То есть не могу сказать, на сколько процентов он влияет. Он важен, но менее важен, чем соблюдение вот этих простых норм и человека. Я ответил на вопрос? Спасибо. Да, пожалуйста. Спасибо. Вопрос был в том, что если производитель выпустил препарат, и там несколько активных веществ, всегда ли они безопасны при их одновременном применении? То есть не бывает ли такого, что активные вещества в одном препарате взаимодействуют друг с другом? Нет, такого не бывает. То есть производитель не станет этого делать, и он смешивает только те, которые можно смешивать. Ну, по крайней мере, с точки зрения безопасности. Не всегда с точки зрения эффективности это так. То есть бывает исключение, когда одно вещество может уменьшать всасывание другого. Но с точки зрения безопасности это все тщательно проверяется. Дело в том, что если производитель решит смешать два препарата, которые между собой взаимодействуют и создают побочные эффекты, то этот препарат просто не пройдет испытаний, не пройдет регистрацию. То есть, ну, ответ на ваш вопрос – да, он не пройдет регистрацию. Да. Да, пожалуйста. Спасибо большое за решение. Вопрос о том, от чего зависит частота побочных эффектов. Условлено это генетически, и какие еще есть причины? На самом деле генетические факторы, они действительно для ряда побочных эффектов влияют очень сильно. Ну, например, какие-то побочные эффекты могут быть вызваны недостатком какого-то фермента. И зависят только от этого. Есть препараты, для которых это не играет никакой роли. То есть это зависит от конкретного препарата. И если говорить вообще о роли генетики в этом, то, ну, можно сказать, что в среднем роли генетики, наверное, от 10 до 50%. Ну, от 10 до 90% для разных препаратов. То есть где-то генетика влияет больше, где-то меньше. Вот, наверное, так можно ответить. Вопрос про то, что способны ли антибиотики угнетать иммунитет человека. Тут на него можно ответить достаточно долго, но для этого нужно рассказывать, как именно работает иммунитет и как это связано. То есть вот, если попробовать ответить кратко, то иммунитет, ну, все мы знаем, что иммунитет нужен для того, чтобы уничтожить какие-то чужеродные клетки. И антибиотик, он может действовать по-разному. Он может убивать бактерии, и в этом случае, ну, то есть одно дело, если он убил бактерии, да, а другое дело, если он остановил их развитие. И тогда при определенных условиях, при определенном стадии иммунитета они могут начать вызываться снова после того, как антибиотик прекратил свое действие. Тут сложно, ну, скажем так, нельзя сказать однозначно, что это не влияет на иммунитет. И так еще говорят потому, что иногда само лечение антибиотиками приводит к какой-то инфекционной патологии. Допустим, лечение некоторыми антибиотиками может вызвать такое страшное и опасное для жизни заболевание, как псевдомембранозный колит. Но это не значит то, что антибиотики снижают иммунитет. То есть, кратко отвечая на ваш вопрос, можно сказать то, что антибиотики, нельзя так сказать, что антибиотики снижают иммунитет. Там сложное взаимодействие, и есть ситуации, когда нужно опасаться развития определенной инфекции при приеме антибиотиков. Это вот касается псевдомембранозного колита. Но там есть хорошая, понятная диагностика, то есть это обычно происходит в больницах, когда назначается много антибиотиков, есть понятная диагностика, это можно диагностировать и понять, что это развилось. То есть, это скорее не про иммунитет. Спасибо вам за вопрос. Здравствуйте, дорогие. Вы хотелось бы на поводу спрашивающихся экземпляров. Спасибо, у вас. Идеечный вопрос. Я обрету, что вы можете смотреть на уровень наличии позже. Я сейчас скажу, что я даю ответ, потому что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Всем большое спасибо. Если у вас появятся вопросы потом, можете написать по контактам, указанным на экране. Спасибо вам. Спасибо. 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 Спасибо.